Welcome to Dubai, Хабиби. Итак, сегодня, друзья, мы покатаемся на Гелике, заедем на пару площадок, посмотрим классные автомобили, дешевые, недешевые, познакомимся с ребятами из Литвы, которые занимаются доставкой автомобилей в Узбекистан, Казахстан и куда они только не занимаются. Было очень интересно и нереально круто. Так что погнали и посмотрите, где мы находимся. Бурджа, вот она, пожалуйста. Знакомьтесь, Седдик из First Auto, Латвия. Сейчас поедем дела делать всякие, машины показывать и покажем этот гелик немножко. У нас, если честно, такого четкого плана нет, но мы для вас нашли пару интересных мест и сейчас отправляемся туда. Приехали на первую площадочку по продаже автомобилей Chesson About. По-моему, еще никто не работает, мы самые первые. В Эдисе, в Латвии, площадка, отличные тачки First Auto, приезжайте. Приехали мы, конечно, не в самый лучший день, пятницу, и тут многие не работают, но посмотрите, сколько машин. Беха новая, вон, семерка, видел? Бентли вот стоит, продается. Смотри, гелики большие, да? Оля, какие гелики, ребята. Эксклюзив. Хотелось бы, конечно, найти вообще брошенные тачки, но на самом деле таких нет. Тут полиция ездит и их отвозят на площадку, эти машины на продажу. Те, кто живут в Дубае, рассказывайте, какие машины чаще всего покупают здесь. Тут всякие машины есть, и дешевые, и дорогие, и супердорогие. Я еще не проснулся, утро начинается у нас не с кофе, а с геликов таких красивых, посмотрите. Зеленый, синий, здесь вот такого вот интересного лагунного цвета. Эдико хорошей связи, он может достать любые тачки, эксклюзивные, не эксклюзивные, по Европе, налаживает контакты, как говорится. Мне очень нравится этот Rolls, не знаю, как вам, ну, супер, классно, красиво выглядит, особенно, когда он белого цвета. Ну, черный тоже неплох, и вот этот рейнджик, ай, как мы с Андрюшкой с липинки залипаем на него, ну, он великолепный, такой монолит, красивый, стильный. Я даже не знал, что есть Maybach в таком исполнении. Посмотрите, Maybach Jeep. Правда, Jeep это громко сказано, паркетник, скорее всего. Это какой-то Special Edition, оранжевый суппортуар, полосочка такая идет оранжевая. Дорого, богато. Я вот в шоке, раньше я так не удивлялся машинам, но здесь вот я приехал в шоке, Эдик всю жизнь занимается тачками. Тебя удивляют эти машины вообще-таки? Вообще как, смотри, Carbon Bravo. Очень красивый цвет, невероятной красоты. Тут еще один V8 Biturbo стоит на белом кожаном салоне. Все на Брабусе, на Менсоре, обалдеть. На экспорт такой гелик 211 тысяч евро, ну, если что. Эдик говорит, хорошая цена, берем. Цена нормальная, но мы можем получить лучше. Но это на экспорт, я думаю, что по внутреннему рынку она намного дешевле еще стоит. Я думаю, она этот минус 5%. О, авантадор какой стоит. Пономарочка стоит тут. Нашли дубайскую румбалу, тут очень много автоплощадок различных. Тоже такая, знаешь. Подожди, вот минус гелика этого, что я хочу сказать. Где? Где подстаканники? Что за фигня, ребята? Это же гелик, это же статус. Статус. Да, это не последний гелик, там, самый новый, но все равно. В новых, кстати, есть подстаканники, интересно или нет? Вот карбончик красивый здесь идет. Это, кстати, V8. Потом покажу, как он звучит. Ну, а сейчас попробуем попасть на какой-то из площадок и показать вам цену. Я уже увидел пару таких классических Лексусов. Ну, такой Бентли, я думаю, вы еще не видели. Правда, у Жекича может. Интересно, он продается или нет. Сейчас узнаем цену. 11 тысяч евро. Тут сразу в комплекте идут кастрюли. Красный кожаный салон. Состояние, конечно, среднее. Даже, может, на четверочку из десяти. Специалисты в комментариях могут написать, 11 тысяч евро за этот автомобиль, это хорошая цена или не очень? Вы повидавшие жизнь, на самом деле. Здесь вот дерево сломано. Денис нашел себя Бенки? Дубай машины из Японии. Как мы знаем, машины из Японии очень в хорошем состоянии обычно сохраняются. И вот эта тачка, где-то 7 тысяч евро, Мерсейс 500, это самая дешевая тачка у него. Вот пришли к парню, он очень отзывчивый, все рассказывает. Говорит, да, поснимайте, покажите нам тачки. Люди говорят, что это какая-то редкая тачка, Toyota Chaser. Я, если честно, в Toyota именно в таких моделях не сильно разбираюсь. Но, по-моему, это никакая не редкая машина. Гелик из Японии. Давайте заценим, что у нас V8 AMG, B-Turbo. Ну, тут, конечно, все дорого-богато, и уже чувствуется другой левел совершенно. Такой гелик я себе хотел бы, честно говорю. Топовый музон тут. Сзади ковры даже есть. Черные потолки. Цена 600 тысяч дирхам. Вот ключи даже лежат, можно завести, прокатиться, сделать тест-драйв. Но это не точно. Интересно, как у нового гелика закрываются двери. Так же, как и у старого. Это классика, это шарм гелика. На самом деле, очень крутая автоплощадка. Классный чувачок, все рассказал нам. Мерседес Е-класс, вот такой вот. Цена 4000 евро. Сейчас покажу вам салон. С оригинальным пробегом в 70 тысяч километров. Из Японии. Вот чувствуется машина из Японии. Такая вся аккуратненькая. Салон в очень хорошем состоянии. В каждой машине ключи лежат, как мы видим, да, это в гелике даже, да, вот, Мерси. Ну, классный, классный Мерсик такой за... За 4000 евриков купил и по Дубаю катайся. Кстати, они занимаются доставкой по всему миру автомобилей. В любую точку мира могут отправить. Потому что кому Мерси нужны, вот, пожалуйста. В Россию, в Европу, в Африку. Отсюда, в Европу, в тачку привезти. Где-то 1700 евро. Кстати, это довольно хорошая цена. А из Европы сюда привезти 1000 евро, прикиньте. Одну машинку, очень хорошая цена. И, блин, я даже сам задумался о покупке автомобиля из Дубая. В гелику никакие бордюры не страшны. Ты на такую площадочку к ребятам из Литвы. В Литве огромный привет, бра-люкасам. Привет, привет, бра-люкас. Зимой приезжай, не, зимой Дубай, а летом Литва, да. Ребята отправляют машины повсюду, Кыргызстан, да, в Узбекистан, там, Казахстан. Казахстан, СНГ. Вот еще бэха пахнет контейнером, сказали. Очень круто. Я только что пришла, гелик вот еще. Не, молодцы, красавчики, мое почтение. Это гелик. Принц ездил раньше на гелике. Потом он его продал и купил себе ренджика. И теперь в тренде ренджики. Но этот ренджик выглядит супер круто. Такой монолит, красивый, зализанный. Сзади оптика, вот когда я видел его на дорогах, выглядело безумно круто. Мне нравится, что в ренджике не такая огромная панель. Там вот еще монитор есть. Естественно, пахнет свежестью. Панорамная крыша здесь. Такое сочетание черное с белым. Очень красивое. Ну вот это, конечно, будет пачкаться, наверное, очень сильно, если кто-то захочет локоть туда ставить свой. Здесь ренджик во всей красе. Зацените, как он сзади выглядит. Очень красиво. Два плавника по акулях. Сначала многим показалось это колхозом, но сейчас это выглядит... Это выглядит классно. Отличный ренджик, красивый. Тут работает литой из Бролюкас, который знает многих мотоциклистов, ребят из Латвии, из Литвы. Этот гелик, кстати, не продается. Это они на нем сами ездят. Их личный гелик. Ну, 13 лет жить в Дубае, это сильно на самом деле. Пахнет свежим автомобилем. Это настолько приятный запах. Это, конечно, никакой не суперэксклюзив, но все же приятный автомобиль X7. Genesis, говорят, очень популярная тачка. Первый раз вижу. Выглядит интересно, почти что как Bentley, да? Это достаточно хороший корейский автомобиль. Это, как сказать, повышенная марка Hyundai. Так как есть у Toyota Lexus, у Hyundai есть Genesis. И автомобиль за достаточно доступную цену. Но good value for money. То есть получаешь много автомобиля за не столько много денег. Конечно, не для миллиардеров и не для миллионеров, но это для среднего класса. Вот такой люксовый бренд, я так считаю лично. И берут эти автомобили довольно хорошо на экспорт. Давайте сейчас сядем, посмотрим внутри. Чувство на первый взгляд отлично. Суперское качество. Настоящее дерево. Музон какой-то заряженный. Да. Очень классно сделан материалы. Ну, я уверен, что на YouTube множество обзоров на этот автомобиль уже. Говорят, что вот это самый крутой MR здесь. V8 B turbo пушечный. 320 тысяч евро. Очень красивый цвет. Nardo Grey. Ручки также выезжающие, или как там правильно сказать, как и у Ренчика. Давайте заглянем в этот шик и комфорт. Можно лизинг оформить как бы. Ну, вот такой вот S класс, на который вы можете хорошо понавалить. Блин, слушайте, здесь, конечно, чувствуется вот этот вот вау. Эффект вау. Это не просто человек, который занимается машиной. Он еще и мотоциклист у нас. Да, и занимается на треке. Вот нормальный гонщик, да, не то, что я там. Выбрал бы, наверное, себе старый BMW, нежели новый Genesis. Но это сейчас я так рассуждаю. А в будущем, возможно, я поменяю свои мысли. Топливо, как мы знаем, в Дубае недорогое по сравнению с Европой и другими странами. Поэтому тут выбирают бензин. Люксовые тачки, друзья, это, конечно, классно. Но вот, Lexus V8, вот это шедевр. Мне больше нравятся такие автомобили. Конечно, возможно, потому что мой кошелек не настолько большой, как у некоторых больших дядек. Но мне они очень нравятся. Toyota Land Cruiser, 200-ка, 300-ка. Таких машин здесь очень много. И, наверное, на экспорт, если брать такие вот именно эти машины, на экспорт, наверное, лучше всего уходят. Для бюджетного кошелечка. Или вот такая вот, как здесь стоит. Иди сюда, я тебе покажу быстренько. Вот еще Lexus, да. Очень нравится эта модель Lexus. Обалденно. Среди пиламутры, белый цвет. Вот эти машины для экспорта в Европу самое то, как по мне. Ну, а мы поехали дальше. Очень было приятно пообщаться с Литовым, с Бролюкой. Во, посмотри, проедь тут, проедь, пожалуйста. Вот еще за такими машинами сюда надо. Нашли на площадку, где еще автомобили с Японии. Только Мерседесы стоят. И вот эта самая дешевая тачка стоит 4,500. Мерседес 320. Ну, по-моему, это дороговато, не? 2002 года. Но здесь пробег 113 тысяч километров. В Японии очень хорошие автомобили приходят. Бержавчины и в отличном состоянии. Состояние, вот честно вам скажу. Знаете, я там, когда в ренчик садился, у меня улыбка. А здесь у меня еще больше улыбка, когда я вижу такое состояние. Ну, конечно, это не самая популярная, наверное, модель Мерседеса, но все же очень хорошее состояние машина. Пишите в комментариях, дорого или недорого. Вот еще Мерседесик. 18 тысяч евро из Японии. 2015 года. Е300. Состояние салона идеальнейшее. Как всегда стоит дополнительный регистратор. Японцы любят черные потолки. Симпатичные. Дальше, что у них не написано цены на автомобилях. Вот 2012 года, вот 2018 года Мерс. Одни Мерсы. Вот одна Беха, только 850-я стоит. 2007 года Мерс V12 B-Turbo, ё-моё. 65 тысяч километров пробег. S550 из Японии. Жаль, я не могу передать на видео, как в реальной жизни выглядит или пахнет этот салон этого Мерседеса. Он как новый и даже лучше. Еще один такой, ну, не новый Мерседес, скажем, да, 2005 года. S500. И пробег всего лишь 78 тысяч километров. Ну, это очень круто. И вот еще такой вот этот, мне нравится, серебристый. 2007 года. 115 тысяч километров пробег. Ну, а мы поехали, друзья, дальше. Ну, точнее он поехал. Я, типа, снимаю, что он поехал. И мы поедем сейчас. Чтобы вы понимали, тут можно купить что угодно, грузовички и даже пожарную машину. А это что у нас за такие малышки стоят? Так что вот это именно то место, куда вам стоит приехать. Я ссылочку на координаты в гугле оставлю в описании. Ну, по-моему, очень круто, что мы сюда заехали. Посмотри, Эдик, Тойота. Классные стоят, да? Вообще, Латвы и такого вообще не видишь. Да, вообще забудь. Это один из самых крупнейших рынков в Дубае. И отсюда идет весь экспорт на Казахстан, Узбекистан, там. Везде реально. Ну, везде, да. Красавчики, молодцы. Пока мы едем на следующую точку First Motors, где лакшери тачки, хочу поговорить немножко по поводу культуры вождения. Она тут довольно динамичная. Очень много радаров, большие штрафы. Но вы не волнуйтесь, вы можете выехать в пустыню и там погонять. И такой вот потрясающий вид открывается на город. У меня отдельное видео, где мы тут путешествовали, показывали классные тачки, где я попал в ДТП на арендованном автомобиле. Я рассказал, как я решал эти проблемы. Как тебе, Дубай, Эдик? Да, уже четвертый раз, да, мне нравится Дубай. Здесь свой вайп, здесь своя энергия такая. Знаешь, каждый раз, когда приедешь обратно, латный, тебе есть такой, давай, надо, надо ташить, так сказать. Надо делать, да. Надо делать, да. И поэтому... Как Мерс тебе? Мерс нравится. Мерс хороший? Супер, да. Здесь есть... Классика? Классика, да. Здесь есть классика, здесь есть звук, идут супер. Да, звук V8, конечно, обалденный. И дороги очень хорошие, понятные, развилочки. Но единственное, что хочу вам посоветовать, использовать не Waze, а Google Maps здесь, когда будете кататься. Целая куча Diavelle, Lamborghini Edition, такая громадная елка, громкая музыка и много крутых машин. Просто так пройдусь, вот, рандомно, да, а вы пишите в комментариях, какая вам машина больше всего здесь понравится. Цены тут... Цены тут никто не спрашивает, когда заходит и покупает автомобиль. Ой, какая красивая, красная такая. Ого, Ferro, да, синяя красивая Ferro. Еще желтая, боже мой, какая тут красота. Lambo. Да, блин, у меня глаза разбегаются, а потом вместе с вами буду пересматривать видео и наслаждаться этими автомобилями. McLaren, опачки, что у нас здесь? GTR. Ну вот это классика, я обожаю такие автомобили. Еще одна GTR, о май гад. Куда я попал? Я попал в рай. Эу, это рай, Эдик, это рай. Это рай, да. Классика, блин. Идем дальше, здесь какие-то скучные гелики там на супер крутом тюнинге. И здесь у нас еще одна Ferro. Блин, какие крутые тачки, обалдеть. Здесь у нас пару Bentley, Rolls'ы. Извините, пожалуйста, да, Rolls'ы у нас тут. Еще Porsche. Как тут дорого-богато пахнет. Боже мой. Я даже не знаю, друзья, что сказать. После этой поездки я буду думать о том, как бы стать мне миллионером. Тут все ходят, вот снимают, видосики. Красота какая, да. Сразу пол чистит. Я там прошелся, только что наследил. Но парнишка пошел, почистил. Желаю каждому хотя бы посмотреть на эти машины вживую. Ну, а и прокатиться, если есть такая возможность. С наступающим вас. Совсем скоро Новый год. Ну, это что за приколюха? Чарджер стоит, да? Это что, электрофера какая-то? Или что это, гибрид какой-то? Я не понял. Там же двигатель. Что это за прикол такой? Заверните мне, пожалуйста, несколько. На Новый год. У меня же день рождения, 30 декабря. Вот на день рождения мне хотя бы одно заверните, а? И там вот стоит самый-самый жир. Сюда нельзя заходить. Это Porsche 918. Я рад, что зашел сюда. Обязательно вернусь и куплю что-нибудь тут когда-то. Здесь у нас еще фера. Я не разбираюсь в этих моделях. А Bugatti. Здесь Bugatti, кстати, намного красивее на таком синем ярком салончике. Вся блестящая. И вот Ламба еще. Что у нас еще Ламба? Ну, это какая-то крутая вся на карбоне. Вообще, какой-то из космоса. Ракета какая-то. О май гад. Какие же тут автомобили, друзья. Оставили машину. Сейчас ее отгонят на парковочку. Сейчас у нас обед по расписанию. Всем приятного аппетита. Покажу вам, какую еду мы закажем. Цены довольно приемлемые. 12 евро где-то за блюдо. Вот гелик откатили уже почти что-то. Все четко. Здесь у меня herbal омлетик. Вот такая прекрасная дама. Обслуживает нас. Все очень любезно, классно. Мне такое ощущение, что она что-то перепутала, брат. Мне кажется, вот это herbal омлет можешь себе забрать, а мне вот эту рульку дай, пожалуйста. Кто тут на диете? А то он меня уговорил herbal омлет взять. Хочу сказать, что мясо изумительное. Еще хочу сказать, что мясо у них халяль. Что это значит? Оно намного вкуснее, чем просто мясо. Кофейная пауза. Восхитительный кофе, капучино. Я уже чувствую запах. У тебя как? Супер, да? О, американо супер здесь. Она такая... Сейчас поедем в мотосалон. Мотосалон, да? Наконец-то. Мотоциклы и машины нам нужны. Мы там два раза. Били, а он был закрыт. Ну, а сейчас снова поедем. Третий раз будет окей. 211 дирхам заплатили. Ну, я думаю, это очень круто для такого места. Очень вкусно все было четко, да. Сдача. Вот так вот. Солнышко высоко. Все хорошо. Настроение отличное. По поводу парковок, не забывайте оплачивать, потому что везде штрафы. Ну, вот мы в самом центре находимся. Только что покушали. Сейчас поедем в Ямаха-центр, посмотрим мотоциклы. Красивые дороги, красивый вид, без ямок. Все идеально продумано. Красотища. Я немножко разочарован, потому что у них стоит на месте только МТ-десяточка. Новая стоит 15 тысяч евро. Ну, в принципе, как и у нас на рынке в Европе. И вот девяточка еще стоит 9,5 тысяч евро. Все, больше ничего нету здесь. Остальные все мотоциклы идут на заказ. Очень много экипировки. Ну, по экипировке мы не будем ходить смотреть цены. Я думаю, вам это неинтересно. И мы сейчас заедем еще в Кавасаки салон. Он сказал, что там вроде бы есть мотоцикл. Ниндзя H2SX. Как вы думаете, сколько стоит? 29 тысяч евро. По-моему, у нас в Европе немного дешевле. Это совершенно новая модель. Отличие от Ямахи. Тут довольно большой выбор мотоциклов. И это приветствуется. В Латвии, знаете, тоже вот у Кавасаки почему-то всегда очень много мотоциклов в мотосалоне. И здесь одна из эксклюзивных версий Z900 на полном фарше. Мне очень нравится этот мотоцикл. Я даже рассматривал его к покупке. И, возможно, даже купил бы. Потому что я хочу что-то классическое, красивое и стильное. Вот еще одна такая стилевая. Но та красивее, потому что она на золотых дисках и с золотыми перьями. Вот, к примеру, простая Z900 стоит здесь 9,5 тысяч евро. 23-го года. Еще одна заряженная версия Z.H2 21 тысячу евро на компрессор. Вот, пожалуйста, суперчарджет. У меня даже на канале есть видос, где я тестировал предыдущие версии, конечно, и не стритовую версию. Ну, такая, на любителя, да, дизайн. Versus 19 тысяч евро стоит. Блин, если честно, вот по версии, не знаю, по-моему, немножко дороговато. У нас дешевле можно купить. Водные мотоциклы стоят, потому что водные мотоциклы очень-очень популярны. Здесь, в Дубае, я катался на воднике. И это было весело. Выбор большой. Вот Z900, еще одна 600 стоит. Черного цвета, конечно, не очень, но кому-то черный нравится. Вот еще Z стоит. Аж два. Литрушечка стоит. Новая. Кстати, красивая на подвесочке, шоу, брембо, тормоза. Все как надо. 13500, пожалуйста, 600-ка. Вот такого расцвета, совершенно новая. Красивая, но маленькая для меня. Мне очень интересно, как чувствуют себя эти доставщики еды на мопедах, на мотоциклах летом, когда жара плюс 50. Потому что движусь в основном здесь зимой. Летом тут очень-очень жарко. И, кстати, мотоциклистов тут довольно мало на улицах. Сегодня я видел только небольшую группу мотоциклистов. И то сегодня пятница, наверное, движуха начинается. Мы сейчас зайдем с вами в Pupilfate. Что-то такое. Говорят, тут крутые тачки. Знаете, у нас, наверное, сказали бы, ты что снимаешь, убери камеру. Здесь мы зашли в такой шикарный автосалон. Они говорят, если что, позовите нас, мы вам расскажем про цены, покажем автомобили. Можете посидеть, тест-драйв сделать. Вот, например, может, это взять на тест-драйв? По поводу тест-драйва я, возможно, переборщил. Я не такой крутой, как там Литвин, Давыдович и все остальные эти большие блогеры. Я просто деревенский блогер. Но все же приятно, когда ты ходишь, вот так снимаешь, показываешь. Все это вам, это лахаря жизнь. И хочется работать и зарабатывать еще больше. Посмотрите на этот шикарный Бентли желтого цвета. Когда-то этот цвет был моим любимым цветом. Офигенный. Всего лишь 36 километров пробега. 22-го года автомобиль McLaren. Синий цвет, вот как раз мой. Это мое синего цвета. Обожаю синий цвет. Красивый автомобиль. Давайте покажу вам салон. Извините, что нет тест-драйва. Ну а что поделать? У меня просто нет времени на тест-драйв. Нужно показать все машинки, походить, выбрать все что-то интересненькое. Когда-то я уверен, что на что-то хорошее я такое и заработаю денег. Обалдеть, какой Мерседес. В8, битурбо. Весь на карбоне. Как тебе, Эдик, такая тачка? Да, смотри, он обшает весь карбон, да? GT Black Series Pro. Эдик говорит, что это, скорее всего, дорогая тачка. Супер дорогая. Ну, дорогая, это понятно, что она дорогая. Но она супер дорогая, наверное, да. Вы думаете, сколько может стоить такой гелик на Брабусе? Ну, очень круто выглядит. Безумно круто. 276 километров пробег. Вот здесь вы можете просканировать QR-код и узнать цену. Меня, пожалуй, даже бы не будут пока что сканировать. Потому что сегодня не тот день, когда я буду покупать этот прекрасный гелик. Какие красивые диски. Вау. Момба стоит. На ней 15 тысяч километров пробега. Видимо, кто-то просто взял, немножко покатался. Такой, нет, что-то мне не понравилось. Плохо тормозит, наверное. Сдам-ка я обратно ее на продажу. Я не специалист по продажам в Дубае автомобилей. Но говорят, что в таких салонах обычно 30% выше цены, чем на площадке, где мы были. Черный цвет – это дорого-богато. Красиво. Но мне все же нравятся вот светлые. Потому что все элементы вот эти вот на бампере, фары, там они более выделяются. Хотя на самом деле фары выделяются больше на черном цвете. Но мне ближе к сердцу белый цвет. Ну, как мы видим, здесь очень много дорогих автомобилей. Для кого-то это кусок железа. И он вообще не интересен. А для меня это красота, эстетика, это мощь, это эмоции. А за эмоции, как мы знаем, нужно платить эмоции. Это бесценно. Так, тут у нас Porsche 25300 километров. GTR 3RS. Здесь такой красненького цвета, очень красивый. Тут, наверное, я все-таки за красный цвет, чем за белый. Точно говорят, если красный, значит быстрый. Как вам такой Porsche? Очень красивый. Здесь 3483 километра. И он уже в продаже. 991-й. Какой-то там RS, GT, Ways, Сач. Это, наверное, тюнинг, да, в них? Вот это, конечно, эксклюзивчик. Более чем эксклюзивчик, да? Да. Ну, это вообще суперэксклюзивчик. Макларен SLR 722, как неожиданно. А сколько таких сделано вообще? Это 10 всего машин. Это 6 из 10. А, обалдеть. И она абсолютно новая, но уже в любых 70 километров. А мне нечего добавить. Ничего. Какую Феррари я первый раз в жизни вижу. Одно место. Я даже не знаю, что за модель. Она стоит безумно громадных денег. Блин, это же круто, да, ребята? Вот так зайти в салон, и кто тебе ничего не говорит? Снимаешь, люди общаются. Никто не смотрит, что ты тут в кроссовках Adidas, в шортах пришел. Всем по барабану. Возможно, я мультимиллиардер, но это не точно. Вот это, как у нас в Латвии говорят, мемокайс аппарат. Мне он даже больше нравится, чем этот Мерс, который... Ой, Мерс Макларен, который мы с вами так что-то посмотрели. Ну, посмотрите, какой он шикарный. Вау, карбон, все дела. А салон? Главное, чтобы моя батарея туда не упала. И что-то не поцарапала. А то я отсюда не выйду из этого салона. Видели, да? Я в офиге. Вот это аппарат. Ну, и тут немножко таких вот бездорожных автомобилей, эксклюзивных, геликов с завышенным клиренсом, как говорится, для пустыни, чтобы покайфовать. Ну, как и с мотоциклами, вам нужно несколько машин. Один джип, один спорткар и вот такой вот феррари синего цвета здесь. Я тут хожу, смотрю на машину. А тут Бугатти стоит, понимаете? 4 тысячи километров. Она такая серая, неприметная, что ее даже не заметно. Хотели сгонять на Капарт, но есть одна проблемка. Проверяйте, как работают тут автосалоны и вообще автоплощадки, потому что, ну, видите, вот рабочее время, и он, к сожалению, закрыт. А еще в Дубае довольно чистое, солнечное и хорошо, когда у вас есть деньги. Ну, и хочу показать, как я выдержу. Кстати, довольно удобно. Классный салончик красного цвета. Все, как я люблю. Спасибо за просмотр этого видео. Кондюшка работает. До новых встреч. Пока.